Всем привет! Сегодня 1 января 2023 год. Поздравляю всех с праздником! Мы собираемся с мужем в небольшую поездку за Афинами. Хотим прогуляться, немножко сменить обстановку. Но пока ведется приготовление машины. Муж собирает какие-то свои вещи. Я решила прогуляться рядом с нашим домом по району, показать вам, какая у нас атмосфера, какая погода, какие у нас красивые деревья. Вот сейчас мандарины, видите, они сейчас как раз созревают и деревья украшены. Природное украшение очень-очень красиво. Здесь вот пальмы, это акации, ее обрезают каждый год. Она, ну, чтобы их листья сбрасывает, чтобы не было, обрезают каждый год. Здесь вот у нас эта шелковица, хотела вам показать. Шелковица здесь тоже каждый год обрезают, чтобы она не плодоносила, чтобы не было мусора. А каждый год она выбрасывает вот эти вот длинные ветки, создает тень. В кафе, где сажают рядом, обычно формируют эти деревья, постараюсь где-то как-то показать вам. Ну, а вот здесь просто их, ну, пока еще не подрезали. И они будут сейчас сбрасывать листья. Такие деревья, которые сбрасываются, такие листья. Много деревьев, которые остаются зелеными круглый год. Вот так у нас, тут вон какие-то пальмочки у нас есть, такая красивая аллейка. Вон одна кафешка открылась, остальные еще закрыты, потому что люди отсыпаются. Но здесь наша церковь большая, Айус Элифтериус, Святой Свободный, так переводится. Прям как раз у нас, рядом с нашим домом. Немножко покажу вам. Обычно в районах жизнь кипит вокруг церкви. Церковь как центральный элемент. Вот он, Святой Свободный. Сегодня велась служба. Звонили колокола. Здесь много людей, все на меня смотрят. Ну, ладно, куда деваться. Покажу вам, что да как. Так, украшенная здесь площадка перед церковью. Вот. Вот. Еще с рукопоракуса. Покажу вам. Вот. Такая красота. Ну, что, пройдемся с этой стороны. Очень много высаживают у нас мандариновых деревьев. Мы давно повысаживали. И они создают, конечно, такую атмосферу праздничную всегда. А когда цветут, все это очень-очень пахнет. Так, вот так вот. Такие красивые мандариновые деревья. Там сосны. В общем, есть какая-то такая зелень. Вот так. Так, мы приехали в Барахово. Это местный горнолыжный курорт. Полтора часа езды от Афин находится. Поэтому, в общем, такой доступный курорт, куда можно приехать. Ну, здесь сегодня очень тепло. Плюс 15 градусов. Мы проезжали и видели на горах, чтобы был снег. Не знаю, начался уже курорт или в этом году с задержкой начнется. Хочу показать вам, какие здесь домики. Здесь очень такое узкое место для постройок. Поэтому домики все очень приближены друг к другу. Видите, несколько уровней. Там вот один уровень. Уровень внизу, где тоже застраиваются. Вот так вот потихоньку здесь все происходит. Ну, и там вот дома, которые высокоят. И там тоже еще несколько уровней, скорее всего. Очень атмосферное место. Люди фотографируются. Гуляют. Ну, день самый лучший для семейного отдыха. Просто красота. Запах стоит дров, потому что камины в основном здесь сейчас работают. Ну, и, конечно же, таверны, которые уже готовят барашков. Готовят еду. Все на углях, все на дровах. Готовят. Комбик. У меня я субботник. И все на углях. И здесь, наверное, ты теперь. Стефанэ, ты теперь. Продолжение следует... 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 Тут красиво, такой ресторанчик.